Неповторимо красивый этот город с прямыми как стрела проспектами, укрытыми встроенными кипарисами. Кироват сегодня, как пример, действенной дружбы советских народов. Москвичи разработали проекты и построили кондитерскую фабрику и мебельный комбинат. Белиссы спроектировали хлебзавод, вокзал, междугороднюю телефонную станцию. С помощью ленинградцев поднялись производственные корпуса крупнейшего в Закавказе фарфорового завода. Специалисты около 50 проектных институтов страны работают для Кировабада. Особенно большие изменения произошли в городе за время, отделяющие нас от предыдущих выборов. Построено, как никогда, много жилья, около 300 тысяч квадратных метров, много детских учреждений, больниц, объектов торговли и бытового обслуживания. Заложены новые сады и парки. Словом, видно, что депутаты поработали хорошо, выполнили большинство наказов своих избирателей. Но было бы неверно считать, что выполнение наказов идет всегда гладко, не встречает препятствий. Неоднократно ставился вопрос о загрязнении воздушного бассейна города Кировабадским алюминиевым заводом. Предприятие нуждается в срочной установке дополнительных фильтров для предотвращения выброса в атмосферу отходов производства. Но Министерство цветной металлургии СССР, в ведении которого находится этот завод, никак не реагирует на многочисленные запросы депутатов. Сейчас, когда вся страна готовится к выборам, не лишний будет напомнить руководителям Министерства статью 105 Институции СССР. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятия и учреждения и организации обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложение в установленный срок. Продолжение следует...